В России уже второй месяц хозяйничает зима. Вместе с ней её постоянные спутники – снегопад и гололедица. А значит, вопрос травм сегодня актуален как никогда. Как уберечь себя от падения в гололёд? За советом наша съемочная группа отправилась в травматологический пункт. Обильные снегопады стали причиной множества травм. Только за одни сутки, 1 января, в Люберецкий травмпункт обратилось более 80 человек. Упало лёд, сплошная грязь, вот это вот месиво. Не чистится в Москве даже. Два перелома – плечевой сустав и поясница, тоже отросток. Альбина Агонян получила травму в Москве. В столице ей оказали первую помощь, а для дальнейшего лечения направили по месту прописки – в Люберце. С начала года снимки, запечатлевшие переломы и трещины, появились уже у нескольких сотен люберчан. В большинстве случаев люди травмируют лучезапясный и голеностопные суставы. Чаще всего бытовая травма, это получается как на дороге, на улице, поскользнулся и упал. Несерьёзно относится к выбору обуви. Особенно сейчас у молодёжи характерна эта плоская подошва. В качестве профилактических мер доктор рекомендует ходить спокойным, размеренным шагом и надевать нескользящую обувь. А пожилым людям советуют не пренебрегать дополнительной системой опоры. А главное – всем смотреть под ноги. Конечно, на первом месте бытовые. Все бытовые. Производственные случаются, но они не превышают их 3%. Это вполне нормальные цифры. Насчёт дорожно-транспортных травм, да, они, конечно, имеют место быть. Из-за обильных снегопадов и гололёда возрастает травмоопасность как пешеходов, так и автомобилистов. Поэтому особое внимание травматолог обратил на качество уборки дорог и тротуаров. Если нужно 8-7 часов обработать, налить, то сделайте это. Если всё будет делаться по графику, я думаю, будет гораздо меньше этих несчастных случаев прямо на улице. Коммунальные службы работают практически в круглосуточном режиме. Однако с последствиями снегопада не всегда можно справиться в установленные сроки. Иногда возникают проблемы с наличием свободы техники и рабочих рук. Будьте внимательны на дорогах и тротуарах и берегите своё здоровье.